Я уже рассказала, как надо настроить фотошоп для Тайпера, то есть какие нам инструменты нужны, какие шрифты нам нужны, понадобятся. Это все было в предыдущем ролике в подготовке. Если вы это не видите, то если вам там нужно, то посмотрите, пожалуйста. Сегодня мы начнем уже делать непосредственно Тайп. Первое самое наперво, что у нас получается у Тайпера, это брать какой-то текст и вставлять его уже в поклиненную картиночку. Здесь у нас есть поклиненная картиночка, она у нас не совсем до конца поклинена, то есть у нас есть звуки, которые клинить гораздо легче после того, что мы уже русский текст на нее вставим. Поэтому часть звуков, она еще стоит здесь, оставшаяся. После Тайпа вот эта картинка пойдет снова на Клин, и Клинер будет дорабатывать вот эти вот моменты, оставшиеся. Второе, что у нас есть, второе, это у нас есть вот такой файлик с текстом, но не обязательно, что он именно в таком виде. Мы сейчас рассмотрим ситуацию, что именно вот в таком у нас виде, то есть у нас есть отдельная картинка, отдельно текст, и большинство команд работают именно в таком формате. Поэтому именно такой формат я расскажу в первую очередь. Так вот, у нас есть картинка, у нас есть текст. В текст у нас лучше всего, конечно, если переводчик разделил их на странички. И вообще в идеале, конечно, было бы так, что он еще писал бы здесь страница, допустим, страница 22, да. И еще, еще круче, конечно, если он будет писать, что это у нас страница 22, первый фрейм. Потом дальше пару фраз прошло, второй фрейм. Вот если у нас переводчик вот в таком виде работает, то тайперу намного легче определять, какая фраза, откуда, какую фразу вставлять. Бывает такое, что переводчик, как, допустим, в моем варианте, он вообще страницы не любил, а это был просто вот такой сплошной текст. Но, в принципе, я эту мангу знаю, я ее сама люблю читаю, и поэтому, где какая фраза находится, я, в принципе, понимаю, да. Бывает такое, что тайпер просто-напросто совершенно не понимает, где он находится, и какую мангу он переводит, он вообще даже не читал, и ему очень сложно понять, какая фраза, какое облачко должна впихнуться. Так вот, если вы не понимаете, вы, как тайпер, не понимаете, какая фраза, куда должна вставляться, не гадайте. Лучше спросите переводчика, переводчик знает лучше, какую фразу, откуда он взял. Лучше перестраховаться и переспросить, чем потом давать людям, читателям перевод, где у нас некоторые облачка перепутанные. Так вот, поехали дальше. Это была первая. Второе. Значит, что нам нужно? У нас чистенький скан, да. Нам нужно эти слова вставить в этот скан и выбрать подходящий шрифт. Чтобы нам выбрать подходящий шрифт, лучше всего, если у вас есть слой JP, оригинальный, да, и с оригиналом вы будете сравнивать, какой шрифт вы возьмете. Допустим, вот этот вот самый обычный шрифт, самые обычные тексты, его аниме из версии 2 берем. То есть кто-то берет версию 2, кто-то берет версию 3. Мне, честно говоря, этот шрифт не очень нравится. Я в дальнейшем, надеюсь, я его как-нибудь переделаю, потому что там очень много косяков у этого шрифта. И, ну, возможно, я не буду переделать, возможно, я найду какой-то шрифт более-менее лучше для данного произведения. Ну, в общем, посмотрим. Я пока еще не решила, что с этим буду делать. Вот, значит, для обычного текста берем аниме ACE, версию 2. У меня разрешение картинки, сейчас скажу, размер изображения. Разрешение картинки у меня 72, и на такое разрешение мне десяточка, размер десятки, в принципе, вполне достаточно будет. Если я возьму 12, то уже будут у меня буквы немножко большие, поэтому они будут очень тяжко впихиваться в эти самые, в облачка. А облачка бывают у нас не только такие широкие, да, бывают они и поуже, вот такие, допустим, да, и вот такие двойные. И с этим уже будет немножко проблематичнее. Итак, все, не взрывается. Значит, так, находим первую фразочку. Это у нас последняя страница, поэтому ее легко найти на самом конце. Вот это я уже ее определила. Первая фраза, вот эта. Мы ее копируем. Контр, аукция. Эти знаки, естественно, мы не берем, потому что, зачем они нам нужны в манге, да, это просто человек решил такими палками показать, что, мол, это отдельное облачко, да. Вот. Берем первый текст. Контрол С копируем. Идем в нашу мангу. Находим первое облачко, вот это вот оно. И берем, значит, наш аниме Эйс. Нужен нам размер. Смотрим, чтобы у нас был цвет тоже черный, который нам нужен. Они из серии всплывают такой, что сейчас на серии нажимаем. Кликаем. Клик. Один раз кликнули мышкой. Клик. Получилась такая вот стукенция, да. Видите ее? Мигает. И вот с этого момента мы начинаем печатать. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Печатать нам не нужно, потому что у нас текст уже есть. Нам нужно просто делать Контрол В. Контрол Фау. По-английски Фау, по-английски В. И мы вставили текст. Вот он. Вот он наш текст, да. Кто-то хотел? Но я хотел просто прочитать там. Хорошо. Спасибо. Иди. Вот. Первый текст мы вставили. Почему мы не сделали вот так? То есть мы не видели область и вот так вот не вставили. Потому что вот такой вариант редактирует гораздо хуже. Но об этом я скажу уже в следующем уроке. Сейчас просто напросто, давайте сосредоточимся на том, что мы его делаем вот так вот. Клик. Вставили. Клик. Вставили. Вот таким движением мы будем делать весь наш текст. Его пока что мы не центруем. Пока что просто мы его вставили. В первую очередь. Мы просто вставляем текст. Ищем дальше. Идем дальше. Вот такой текст. Смотрим, что он у нас отличается от оригинального текста. Шрифт в смысле. И он у нас более толстый и более гладенький. Самая отличительная черта то, что он более толстый. Еще можно увидеть отличительную черту то, что у него вот здесь вот немножко кривовастенькие штучки. Но так как у нас библиотека шрифтов не такая огромная, не такая обильная, то будем подбирать тот, который более-менее подходит. Здесь нам подходит, давайте сейчас выберем фразочку. Вот это вторая фразочка. Ctrl-C. Копировали. Теперь выбираем наш шрифт. У меня этот шрифт, я его возьму вот таким вот. Это у нас Jacobs XS. Jacobs толстенький. Размер у меня по стандарту стоит 30, но его если что, если он будет слишком большой, я могу изменить. Клик один раз сюда. Ctrl-V. Вставили. Вижу, что у меня шрифт немножко большеватый для этого окошечка. В принципе, нормально, но я бы его поменьше все-таки сделала. Ставлю двадцатку. И мне не нравится, что он такой тоненький. В оригинале он толстый, а здесь у меня он тоненький. Сейчас секундочку посмотрите, как мне там лицо закрывает. Это вот самые настройки. Нет, не закрывает. Хорошо. Смотрим. Мне хочется сделать этот шрифт немножко потолще. Я кликаю на наш слой текста. Кликаю. Смотрю сначала вот здесь. У нас настройки этого шрифта не могу менять. То есть у него только обычный у него. То есть нормальная толщина. Тоньше, толще или рекурсив я делать не могу. Поэтому я пользуюсь толщиной. Псевдо толщиной. Вот этой штукой. Псевдо полужирный. Клик. И он стал более толстенький. В принципе, такая толщина мне нормальна. Если нужно будет еще толще сделать, это будет уже, можно сделать через обводку дополнительную. Но об этом тоже поговорим уже в следующий раз. Поехали дальше. Следующая фразочка у нас вот эта. И эта фраза у нас точно такой шрифт, как и вот этот. То есть самый обычный. Мы можем либо снова по новой взять отсюда, искать наш обычный шрифт. Вот он у нас обычный. У меня десятки нет. У меня только один. Либо же мы можем, если у нас уже есть такой шрифт на нашей картинке, вот этот вот, да, мы его выделяем. Сейчас у нас идет режим редактирования текста. Вот это вот, когда у нас мигает такая палочка, чтобы мы написали текст. Это режим редактирования текста. Мы просто-напросто кликаем еще раз на этот слой. И у нас уже режим редактирования текста, мы из него выходим. Но при этом настройки текста, как вы видите, остались те, которые у нас были, ну, последние, которые текст мы выделили. То есть аниме из 10 как раз и то, что нам нужно. Мы кликаем сюда. Давай сначала надо фразочку скопировать, да, это у нас третью. Это у нас третья фразочка, Ctrl-C. Кликаем сюда. Вставляем. И у нас стиль шрифта точно такой же, как и тот, который мы включали в последний раз. Если я нажму вот эту фразочку в последний раз, которая у меня выделена была, да, вот эту, вот этот слой, и нажму по-новой, нажму новый слой, то у меня стиль букв напишется в такой же стиле, который был вот у этого текста. Это мне не нужно. Escape нажимаем. Поехали дальше. Вот эта фразочка. У нас здесь шрифт, в принципе, обычный, просто чуть побольше, чуть потолще, да. Конечно, тут есть разница все-таки в буковках, да, вот эти они более плотненькие и так далее. Но, в принципе, я здесь разницу никакую не ставлю. То есть это будет у меня тоже самое аниме из, просто побольше и потолще. Выделяем следующую фразочку, Ctrl-C, копируем. Мне нужно снова аниме Ace, то есть я вот эту фразочку беру, выхожу из режима редактирования текста, либо же я просто клику на этот слой вот таким образом. Кликаем здесь, вставляем фразу нашу, четвертую. Дальше мы ее должны сделать побольше. Делаем ее, скажем, 14 и потолще. Здесь у нас есть толщина. В шрифте аниме Ace, версия 2, мы можем сделать толстой ее. Такая толщина, в принципе, нормальная. Если еще сравнить с тем, что сам шрифт побольше стал, то толщина все-таки видна, да. Если такая толщина вам недостаточно, вы можете включить еще вторую толщину, вот эту, и будет он еще толще выглядеть, шрифт. Без, секундочку, без второй толщины, со второй толщиной, жирность точнее. То же самое делаем здесь, здесь, здесь и здесь. Здесь у нас дальше идут двойные облачка, и про них уже расскажу в следующий раз. На этом пока что все. Спасибо за внимание.